Да чтоб вы там все сдохли, передохли и поубивали друг друга. Вот серьезно. Это вы желаете украинскому народу, правильно? Да, это я желаю украинскому народу, тот, который начал войну. Своих же гасили и убивали. А мы просто решили помочь. Помочь кому? Мы просто решили помочь людям, мирному населению. Ну вот я мирное население. Вы что, меня не слышите, что ли? Кто вас просил помочь из мирного населения? Кто? Здравствуйте. Вы адекватный человек? Ну, я себя считаю адекватным. А вы? Ну, я тоже. Вы тоже, да? Меня считаете адекватным, да? Нет, я себя считаю адекватным. Ага, себя считаете. А вы из какого города? Я Санкт-Петербурга. Чего, вы не работаете, да? В каком смысле? Ну, у вас же сейчас... А, ну, вы на работу утром не идете? В каком смысле? Сейчас же не выходной день? Я в этом плане спрашиваю. У меня выходной. А, у вас выходной, да? В будний день? Я работаю сама на себя. У меня в частном порядке бизнес. А, прикольно. А когда хочу, когда работаю. Кем вы работаете, если не секрет? Клинером. Убираете, да? Где? В домах или в офисах или где? Везде. Слушайте, и сколько вам платят? Вам в час платят? Или за площадь? Или как? За площадь. За площадь. Сколько у вас выходит доход в месяц? Примерно, в среднем. По 150, по 200. По 150, 200 чего? Тысяч, да? Ну, не рублей же. А чего, долларов? Ничего себе. Нет, я имею в виду тысяч рублей. А вы сказали, не рублей, я что-то не понял. Ну, я в том плане, ну, не 120 рублей, не 150 рублей. 120, 150 тысяч рублей. А, 120, 150 тысяч у вас выходит, да? А вы работаете сколько часов в день в среднем? По-разному. Не, ну, если так усреднить, там, 8 часов получается, да? Ну, бывает, ну, бывает. 40 часов в неделю вы работаете или больше? Конечно. Больше, да? Чем 40 часов. Это тяжелая работа, на самом деле. Слушайте, я знаю, что это очень тяжелая работа. Поэтому меня интересует, сколько часов вы работаете? То есть вы работаете больше, чем 8 часов в день в среднем? На одну только кухню, если генеральная уборка, на одну только кухню, может уйти от 5 до 8 часов. Это понятно. Ну, вам же тоже фронт работы нужен. У вас сколько вы часов в день в среднем работаете? У вас часов 8 получается? Или больше, или меньше? В среднем в день? В среднем. Ну, как я вам могу сказать в среднем? Это в зависимости от заявки, от заказа. Бывает, 10 часов в день работаешь. Бывает, 12 часов в день работаешь. А бывает, и 3 часа отработаешь. Ну, то есть в среднем где-то получается примерно там рабочий день, да? То есть часов 8, да, если так? Ну, да. В среднем. Слушайте, и вы получаете 200 тысяч этих рублей, работая, ну, обычный рабочий день? Это же очень много для России. Это не много, это нормально. Ну, слушайте, люди, вы сказали, вы из Питера, правильно? Да. Люди в Питере живут, вон, полно. По 40, по 50 тысяч получают. Полно причем. Работая тоже по 8 часов в день. Ну, слушайте, я с учетом того, что я мать-одиночка, да? И у меня трое детей. Две собаки и кот. И все это на мне. То есть вы пособие получаете от государства? Нет, я не получаю пособие, потому что я сама на себя работаю. Я не получаю детское пособие. Нет, ну, я же говорю, это очень много. Вы сказали, что сколько? 120 тысяч, да, вы получаете? Да. Ну, это минимум, да. Ну, в том месяце 50, да, получила мало, потому что не сезон. А сезон когда? Вот сейчас сезон начинается. Слушайте, а продукты подорожали у вас вообще? Очень сильно. А именно питание или там разные продукты? Именно питание, химия. Ну, очень сильно это как? В два раза, в три раза или на 10%? Ну, я могу вам сказать, что сахар стоил 48 рублей, а сейчас он стоит 135. А мне только что ребята говорили из Приморска, откуда? Ну, Приморский край, Дальний Восток. Говорят, нет, у нас он там типа 60 рублей, 55, что-то такое. Я пять дней подряд не могла найти сахар вообще ни в одном магазине. Его скупили все бабушки. Ну, мне говорили все продавцы об этом. Бабушки ходили и скупали сахар, масло подсолнечное и дешёвые макароны. Вообще ни в одном магазине не было сахара. В одном магазине я нашла, за 65 рублей купила. Когда ходила за продуктами в другой магазин, увидела сахар и увидела, что он стоил 135 рублей. Ну да, ну то есть сахар, а остальные продукты не так сильно подорожали, да? Подорожало. Мясо очень подорожало. Сколько мяса стоило и сейчас стоит? Ну, примерно. Ну, сейчас скажу. Грубо говоря, 500 рублей самый дешёвый кусок это на кости. Свинина. Сейчас, да? Да. А стоил до этого сколько там? Месяц назад, например? Ну, 300. А, ничего себе. То есть процентов на 70 получается, да, грубо говоря. Подорожало, да. Подорожало всё сильно. Ну, у вас это... Ну, вы сказали, вы мать сколько, вот трое детей, да? Да. У вас трое детей, вы как мать-одиночка. Вас не пугает такой рост цен на продукты? Меня это пугает ещё как. Ну, я с этим поделать ничего не могу. Я обыденный человек, так же, как и... Ну, я простой человек, я же ничего с этим сделать не могу. Ну, да. Слушайте, а что, государство разве не платит пособие матерям-одиночкам? Оно платит пособие только если ты официально где-то трудоустроен. А, вы же работаете так, за кэш, как говорится. Да, сама на себя, да. Но дело в том, что я сейчас буду делать самозанятость, чтобы государство мне... Ну, мне налоги, да, надо будет платить как самозанятости, ну, самозанятому. И тогда, да, и тогда, может быть, я добьюсь от них того, чтобы они мне пособие выплачивали. А сколько вам пособия будут платить, если будут, я имею в виду? А, я не знаю, сколько сейчас. Рублей 10, наверное. 10 тысяч вы имеете в виду, да? Да. Ну, на всех. На трех детей? Да. Так, а какой вам смысл? Вы больше заплатите с 200 тысяч, 13 процентов, это намного больше. Это 26 тысяч. А я, как мать-одиночка, вообще, по факту, должна платить 6,5 процентов. Ну, даже 6,5 процентов от 200 тысяч, это получается больше, чем... Так, а я же не говорю, что мне клиенты постоянно только на карту перекидывают. Они же могут и наличкой заплатить. А, ну да, то есть такой неучтенкой. Я могу только по одной карте пропускать какие-то деньги. Ну, у вас в среднем получается 1100, получается у вас в среднем, так, в месяц? Ну, в самый худой месяц у нас перед Новым годом вышло 70, это вообще самый плохой месяц был. 70 тысяч вышло. Ну, а 50, вы сейчас говорили, за последний месяц вы получили? 50, это вот перед тем, когда это то, что работы не было, и 50 тысяч, да, только получила. А сейчас сезон начинается, работы очень много, но единственная проблема, то, что сейчас же в стране, сами знаете, что творится, многих людей поувольняли, многие остались без работы. Из ваших работодателей, да, вы имеете в виду? Нет, не из моих работодателей, нет. Ну, хорошо, на вас это же никак не сказывается, что кого-то поувольняли? На мне это сказывается, то, что клиенты не могут платить те деньги, которые стоят эта работа. Так я про это и говорю, эти клиенты, это и есть ваши работодатели, да. Да, ну, дело в том, что это сказывается, да, естественно, они говорят, дорого, мы не можем, и, ну, для них это дорого на данный момент, хотя эта работа стоит намного дороже, им уже скидывают, но они хотят за полторы тысячи. Но за полторы тысячи у меня, скажем так, ни я, ни моя подруга работать за такие деньги никто не будет. За полторы тысячи это какое время примерно уходит у вас, чтобы... Ну, за целый день, за полторы тысячи никто работать не будет. А, они хотят, чтобы за целый день полторы тысячи вы получали. А за большой объем работы. Да, да, да. А вы работаете за две, да, наверное, тысячи, вот так вот, не меньше. Я могу за один день восемь тысяч заработать. А, вот так даже. Понятно. Я ценю свой труд, и я ценю свою работу. Не-не, я знаю. Я покупаю химию, я не просто так езжу, работаю, а я, скажем так, работаю не на скорость, а на качество. А, так подожди, вся химия, все средства, это все ваше, это не их. Да, да. А, то есть это все входит в эту оплату, я понял, я понял. В том-то и дело. То есть у вас еще и средства тоже там, ну, довольно-таки существенно, да, кушаются вот это, я понял. И они стоят денег, и сейчас с этими санкциями они тоже подорожали. Ну да, естественно. А как вы думаете, они еще будут дорожать? Я не знаю, я жду, когда все это закончится, на самом-то деле. А вы думаете, это скоро закончится? Вот, ну, мысль какая-то есть у вас. Ну, я, честно говоря, даю максимум полгода. А чем? Чем это закончится, как вы думаете? Ну, я думаю, ну, все будет нормально, и все-таки... Нет, ну, я имею в виду, вот смотрите, война закончилась через полгода. Война всегда закончится чьей-то победой. Всегда. Чьей она закончится победой, и в чем это будет выражаться? Ну, если у вас есть какое-то соображение на этот счет. Ну, я могу сказать, что Россия победит, это понятно. А в чем будет выражаться победа России? В чем, ну... Ну, тем, что Украина просто рано или поздно поймет то, что с нами воевать, ну, нету смысла, и она поймет, что мы руку помощи протянули, а не агрессию. Ну, то есть победа будет выражаться в том, что Украина сдастся России, правильно я вас понимаю? Да не то, что сдастся. А как? Ну, вот закончится через полгода. Чем закончится война? Как вы думаете? Да вы поймите меня, вы... Смотрите. В чем будет выражаться победа России? Смотрите, вы сказали, Россия безоговорочно победит. В чем будет выражаться эта победа? Как вы думаете? Ну, вы же сами понимаете, что Россия победит. Ну, подождите, я это услышал. Вы уже нервничать начинаете, мне это не нравится. Да нет, в чем будет выражаться победа? Это же простой вопрос. Ну, в том, что Украина все-таки поймет, что против России. В чем будет выражаться? Вражаться реально, да, бесполезно. То есть она сдастся, правильно, Украина? Да. И что Россия сделает? Ну, сдалась Украина, а дальше что? Украина просто будет наша. Как вы, то есть вы присоедините Украину к себе? Да. А, так вот ваша цель была захватить Украину, правильно? Нет, не захватить, да ну о чем вы говорите? Я в политику вообще не лезу, я, это мое мнение, поймите. Я же ваше мнение не спрашиваю, вы не горячитесь, чего вы горячитесь? Это мое мнение, ну, Украина, да, будет наша. Так, скажите, пожалуйста, вот Украина же была с Россией, она была наша. До 91-го года, да, был Советский Союз. Да, пока Украина не влезла в эту Америку в НАТО. Нет, нет, в 91-м году, когда расстроился Советский Союз. Простите, в Евросоюз, пока она не влезла. Она не влезла, ее не берут пока в Евросоюз. Когда России, Америка предложила вступить в Евросоюз и предложила многим-многим странам, что Россия сделала? Россия отказалась. Подождите, Америка предложила России вступить в Евросоюз, правильно? Да. Россия отказалась, отказалась. Россия отказалась, отказала Америке о вступлении в Евросоюз. И после этого Америка точит на Россию зуб. И вы это прекрасно знаете. А что Америка хочет сделать? Если вы так всем интересуетесь. Что Америка хочет сделать с Россией? Уничтожить и под себя прогнуть. Прогнуть. А вы решили, нет, мы лучше Украину под себя прогнем, правильно? Так дело в том, что мы никогда не прогибаемая страна. Мы не прогнемся ни под кого. Нет, вы прогибаете сейчас Украину под себя, правильно я понимаю? Да мы не прогибаем ее под себя. Мы пытаемся ее к себе вернуть и объяснить Украине то, что мы лучшие, блин, и лучше быть с нами. А если украинцы говорят, мы не хотим с вами быть, что с ними надо сделать? Пускай дальше воюют, как они восемь лет воевали, блин, гнобили друг друга и убивали друг друга. То есть за это вы их будете убивать, за то, что не хотят быть? Нет, да нет, я... Мое мнение, мы вообще туда не должны были влезать только из-за одного простого вот фактора. То, что нас сейчас гнобят, что мы якобы виноваты. Убивали вы друг друга и убивали дальше друг друга. Нас-то за что, правильно? Я понимаю вас, конечно. Я в том плане то, что мы не должны были туда влезать. А зачем же вы влезли? Убивали вы восемь лет друг друга и убивайте дальше. А зачем же вы влезли тогда? Чтобы помочь вам. Так вы должны были влезать или не должны были? Мое мнение, мы не должны были влезать только из-за того, чтобы нас сейчас не чморили. Но мы уже влезли. Ага, то есть вы жалеете о том, что мы не влезли? Так мы-то помогаем вашим. Тихо, тихо, вы горячитесь, уже не нравится мне такое. Зачем вы горячитесь? Ну вы понимаете, что восемь миллионов беженцев уже у нас... Подождите, подождите, вы помогаете Украине. А Украина просит вас помогать ей? О боже мой. Еще вот один такой глупый вопрос. Вот с вашей стороны. Мне не хочется вам хамить, потому что вы, блин, человек взрослый. Вы можете меня понять? Я пытаюсь, я пытаюсь. В смысле вас спросили или нет? А вас просили восемь лет войну устраивать? Что люди помощи просили? Не просили. Так вы мстите сейчас за это, правильно я понял? Так подождите, вы мне ответьте, пожалуйста. Люди с Донбасса просили Россию помочь. Они писали, они везде в интернете писали. Помогите, Россия, пожалуйста, спасите нас от этих фашистов. Так. Которая западная Украина. Так. Восемь лет войны у вас творилось. Хорошо, почему же вы тогда не напали просто на Донбасс? А остальное? Зачем вы на всю Украину напали сразу, со всех сторон? Вы понимаете то, что это не мы напали на всю Украину? А кто сейчас напал на Украину? Вы новости очень плохо смотрите. А кто напал на Украину сейчас? Фашисты ваши. Западная Украина долбить начала все ваши нормальные города. Западная Украина начала долбить. Западная Украина сейчас... Западная Украина начала всю эту кипиш. Вот весь этот кипиш, который у вас идет... Сейчас бомбят мирное население кто? Западная Украина бомбит? Не Россия, это точно. А кто бомбит западную Украину? А, Россия защищается. А, Россия защищается. Посмотрите, восток Украины сейчас сражается с западом Украины. Правильно я понял? Да. А Россия при этом защищается. А Россия защищается. И от тех, и от других. А, кого Россия защищает? Какую Украину? Она важна. Восточную или западную? А мы просим защищать ее? Так нет. Западную Украину... Россия против западной Украины. Почему? Потому что фашистские войска вашей Украины находятся больше на западе. Ну вот смотрите, я с восточной Украины. Я не прошу вас меня защищать. Зачем вы меня защищаете? Так потому, что у вас везде бомбежки идут. А, поэтому вы бомбите еще, чтобы защитить. Правильно? Нет. Это не мы бомбим. Да поймите вы, это не мы бомбим. А в чем защита заключается? Как вы защищаете? Хорошо, скажите мне, пожалуйста. Вы когда защищаете, вы убиваете людей или нет? Наши нет. Или вы так становитесь и защищаете? Стреляй в меня. Все, кто сзади, я их защищаю. Вот так вы защищаете или как? Нет. А скажите мне, пожалуйста. А как вы защищаете? Подождите. А скажите мне, пожалуйста. Почему? Вот до вас, до того, как я переключилась на вас, да? Мальчик ваш украинский. В военной форме. Знаете, какие мне вещи говорил? Догадываюсь. Мальчик, 18 лет. Знаете, какие вещи он мне говорил? Могу догадаться. Что он натянет моих детей. Сами знаете, да, на что? Я себе таких вещей не позволяю говорить. И что вы мне... Вот вы мне о чем скажете? Чтобы я начала указать вас... А то, что сейчас ваши бомбы рвут на части украинских детей. А они не рвут. А, не рвут? Это ваши бомбы рвут детей. А, это украинские бомбы рвут украинских детей. Да. Так, а зачем вам туда вмешиваться? Подождали бы, пока одна часть Украины завалит другую, и все. Кого вы защищаете? Вот, кстати, для меня это было бы вообще идеально. Так, кого вы защищаете? Ухляли идеально. Кого вы защищаете тогда? Вы мне так и не объяснили. Я свою страну защищаю. Каким образом вы защищаете свою страну? Нет, ваша армия, не вы. Вы на диване, вы никого не защищаете. Ваша страна... Я не на диване. Ваша армия. Ну, понятно. Ваша армия кого защищает? Наша армия, блядь, пытается, сука, вам помочь. А кто просил... Вы, что ли? Кто просил о помощи? Я не просил вас о помощи, вашу армию. Ну, это телеграмм Путин и ему туда. Я Путину тоже, блин, очень благодарна прям за то, что он прям влез, хотя я была против этого влезания. Да чтоб вы там все сдохли, передохли и поубивали друг друга. Вот серьезно. Это вы желаете украинскому народу, правильно? Да, это я желаю украинскому народу, тот, который начал войну. Своих же гасили и убивали. А мы просто решили помочь. Помочь кому? Мы просто решили помочь людям, мирному населению. Ну, вот я мирное население. Вы, что, меня не слышите, что ли? Кто вас просил помочь из мирного населения? Кто? Слушайте, если вы такие уебки и ушлепки, которые... Тихо, тихо, но вы переходите на МАК. Я не слышу. Вы же интеллигентная женщина. Для чего вы на МАК переходите? Да потому что вы уебки, ебаные, с которыми нахуй по интеллигентному не поговорить. Я понял, я понял. Ну, вот видите, вы начали лечиться... Если вы все поняли, то почему вы меня не слышите, блядь? Я вас слышу, просто вы какую-то фигню несете, мягко говоря. Какую фигню? Полную. Если вы 8 лет в войне жили, и вы мне говорите опять, вас никто не просил, вас никто не просил. Ну да, вас никто не просил. А меня тоже, знаете, никто не спросил, блядь, помогает моя Россия, блядь, вам нахуй или нет? Ну вот, видите, так совершенно верно. То есть власть о вас вытирает ноги, а вы с этим милите. Да лучше бы вы сдохли, вы перебили бы друг друга, и мне вообще насрать на вас было бы, блядь. А власть ваша не сдохла бы? Вы не хотите, чтобы ваша власть сдохла? Да если бы мы не влезли, у нас было бы сейчас все в шоколаде, блядь. Вот, так значит, ваша власть виновата, что устроила вам сейчас такую жизнь? Наша власть виновата только в том, что она вам протянула руку помощи, а вы нихуя это, сука, не оценили, блядь. Совершенно верно. Так может не нужна эта рука помощи украинцам? Так вот и сдохнете вы все тогда, блядь. Так вы не понимаете, что вы раньше сдохнете? Так вы понимаете, что полгода и вашей Украине пизда конкретная наставка? Почему вы так решили? Потому что я это знаю. Вы знаете, что за месяц войны вы не взяли ни одного крупного города вояки? Тихо, тихо, вы марионетка у Америки. Так вы никто, Россия это нация. Нет, я понял, вы можете спокойно говорить. Я понял, вы можете спокойно говорить. Знаете, клопок. У вас сейчас эмоции говорят. Нет, знаете, клопок. Какие клопы, либо тараканы. Для чего вы это сейчас делаете? Вот вас вот так вот просто раздавят? Я же с вами хотел нормально поговорить, конструктивно. Я понял. А просто раздавят? А почему же вы не взяли ни одного города за месяц? Я понял. А почему вы не взяли ни одного города за месяц? Как вы думаете? Слушайте, ну вы о чем говорите? Мы-то помочь, блядь, решили, а не взять вас, блядь, в охапку. Ну подождите. Вы помогли, вы помогли уже. Вы уже помогли. Если Украина не пойдет на уступку. Она не идет, конечно. То пизда вашей Украине. Когда, когда, через сколько? Месяц, лет, десятилетия. Ну подождите, месяцев шесть, блядь, и вам хана настанет. А, месяцев шесть, вы думаете, да? То есть за месяц вы не взяли ни одного города, а через шесть месяцев вы потеряете свое... Вы можете брать какие-то города, если мы вам пришли помочь. А кто вас просил помогать? Вы вообще слышите, о чем я говорю? А вы меня слышите? Кто вас просил помогать? Блядь, если вам не нужна помощь, так вы орите кинезинского пидораса, который сгибался от вас. Он в Киеве. Он в Киеве выступает каждый день. Конечно. Слушайте, а можно, блядь, ну вы мужчина как бы, да, возраста такого, да? Вы же смотрели КВН Зеленским, да? Нет, нет, не смотрел. А что, а что так? Я не люблю КВН. Тихо, тихо, ну не подгорайте. В интернете погуглите. А зачем? Как можно из юмориста Гондона сделать президента? А как из вашего хуйла КГБшника можно сделать президента? Так он, по крайней мере, военный, КГБшник, ФСБшник, ФСБшник. Это не военный. Он КГБшник, он не ФСБшник. Серьезно? Серьезно? Да. Серьезно? Да. Это вообще к военной системе не относится, да? Так какое отношение он имеет к президентству? КГБшник не имеет права никогда быть президентом. А, ну конечно, лучше ха-ха на... Вы знаете, в Америке, в Америке был Рейган. Ну давайте, давайте. Он был один из самых эффективных президентов Африки. Знаете, что я вам могу сказать? Рональд Рейган, знаете, он был актером до этого. Да, Рональд Рейган, да, знаю. А Шварценеггер был два подряд срока, восемь лет губернатором Калифорнии. Тоже, кстати, эффективным. Он губернатором был, но не президентом. А Рейган был президентом. Мы говорим об актере. Он был актером, Рейган. Но не о комике. Рейган актер. Я в курсе, что Рейган актер. Ну. И он был одним из самых эффективных президентов Америки. Мы говорим сейчас о комике, который, блядь, всю жизнь юморил на всю жизнь. А Рейган до этого тоже юморил всю жизнь. Вам больше сказать нечего или что? Ну почему мы же с вами говорим предметно? Смотрите. Если вы не говорите о президентах... Хорошо, окей. Почему Путин единственный президент в стране, именно в стране, который продержался столько лет на своем посту? Потому что он вас превратил в ничтожных рабов? Нет. Заткнул вам рты? А я могу сказать, что он поднял? Посадил вас на бутылку всю страну. Вас поднял? Вы реально считаете, что он вас поднял? Вы сейчас теряете работу, вам нечем кормить детей будет скоро? Он вас поднял, вы считаете? Реально? Это из-за вас, блядь, нахуй. Мы сейчас теряем работу. Потому что война начинает. Из-за того, что вы убиваете украинских детей сейчас. Из-за этого вы теряете работу. А, мы убиваем украинских детей? Конечно, ваша армия сейчас убивает украинских детей. И разрушает города. Наша армия убивает детей. Туда, где разрушаются города. Туда, которую вы кидаете. Да, да. И что с этой бомбой? Скажите мне, пожалуйста. Там бомба. Вот, блядь. Там написано, что это Россия киданула ее. Вопрос к вам. С российской стороны залетает российский штурмовик. Или бомбардировщик. И кидает бомбу. Вы это видите своими глазами. Да, конечно. Полно съемок в интернете, конечно. А зачем вам интернет-то, блядь? Сбитые самолеты российские. С российскими знаками. Сбитые российские вертолеты. Танки. Российские. Все российские. Конечно. Я вам могу сказать. Сто самолетов уже сбили ваши. Меньше, чем за месяц. Сто самолетов ваших завалили уже. Ну, ты радостный. Конечно. Ну, естественно. Ну, ничего. Ну, ничего. И скоро капец вашей всей стране будет. Не хотел вас расстраивать. Ой. Как ты ошибаешься. И вы будете искать, чем бы накормить своих детей. Очень скоро. Ты ошибаешься. Очень скоро это будет. Ты ошибаешься. Ну, понятно. Знаешь, почему ты ошибаешься? Потому что Россия, если устанет от этого мочкования вашего, блядь. Они просто мочканут пизда-то вас. И вы, сука, просто поползете на коленях. А что же вы это сейчас в месяц делаете и никак не получилось у вас до сих пор? Так а зачем нашей стране это надо? Мы вам пришли помочь. А для чего же вы это делаете? А для чего же вы это делаете? Вас никто не просил помогать. Вас никто не просил. Ну, короче, хорошо. Окей. Через полгода жди ответку, блядь. Ты знаешь? Ответ. Знаешь, о чем речь идет? Вашей страны практически уже не будет ответку, блядь. Смешно. Нашей страны не будет? Конечно. Естественно. Слушай, ну, давай поговорим тогда, сейчас я тебе скажу. Ванга знаешь, да, кто такая? Так, слушайте, вы уже не предметный разговор. Я же хотел предметно с вами поговорить. Так а что ты не предметный разговор? Причем здесь Ванга? Россия встанет на колени после того, как будут уничтожены, блядь. Тихо, тихо. Сука. Вам только, понимаете, на Вангу рассчитывать и можно. На какое-то на чудо, на Вангу. А так вам просто капец в стране, понимаете? Вам капец. И когда вы будете искать, чем кормить своих детей, вы будете вспоминать, как ваши ублюдочные фашисты сейчас убивают таких же детей, которые прячутся по подвалам, а вы их там бомбите, понимаете? Вы это вспомните все. Вам это все аукнется. Причем намного быстрее, чем вы думаете. Окей, давайте я могу вам сказать только одну вещь напоследок. Давайте, давайте. Аукнется это не нам, а вам это, во-первых, да. Я обосную свои слова. Давайте, давайте, обосновывайте, потому что уже мне надоело разговаривать с вами. Ну, видите, вам просто сказать уже нечего. Ну, говорите, говорите. Вы по кругу ходите, но с вами... Просто тупо. Я уже все выяснил, что хотел. Говорите, да. Наша страна... Обосралась в этой войне, я это понял. Когда заебется с вами, блядь, очкодралом заниматься. Так она уже, 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 блядь, капец. Она вас так, сука, возьмет, блядь. Ой, так взяла, уже целый месяц почти берет и не смогла взять. Подожди, ты скажи мне, у тебя в Украине что есть, блядь? Вы кто такая вообще страна-то кто? Таракан ебаный, который ползет. А вы великие, да? А мы великая страна, да. Мы Россия. А вы вообще никто? По вам видно, что вы великая. Так вы никто. Представитель великой страны. Я по вам вижу это, вы знаете. Так вы-то никто. Вы не приспособлены ни к чему. Все, я понял. Вы ни к Америке, ни к России, вы никто. Я понял. Спасибо за ваше мнение. Очень интересно было посмотреть. Вот, пожалуйста, нам. Болбай, оба, оба. Давайте, идите и, слушайте, откладывайте деньги, покупайте крупу. Нечем будет детей скоро. Ой, слушай, иди нахуй, блядь. Я накормлю своих детей, блядь, а ты пошел в тюрьму, блядь. Все, все, давайте, 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 да. Ну, что сказать. Все, нечего.